письмо из израни а вот то самое письмо я не буду сюда нажимать не буду показывать этих людей абсолютно на мой взгляд ну по крайней мере то что они не с абрикосами ну знания какие-то поверхностные представляете я цитирую его берем штек лопаты туда слова туда по одному семени вот это такое предательство ниже еще это еще моя это как сказать деликатность чтобы всем бы показал осетливо видно где кончается верх корня начинается штамп вот и сгнивает рано если почву сара или поздно то все равно сгнивает вот они видите ну это как бы снимок это тебя делал для своей книги книги покупают но так плохо важнейшая тема ранней скорости вот это для чего нам надо сейчас объясню фото ценнейшие 25 я только достал косточки из банки они прямо на столе полопались представляете ну только дай тепло они уже готов почему я начал сначала зимы я поглубил песок это старое фото я тогда учился и вас учу на дальнем плане слива она еще быстрее взошла а теперь объясняем чем суть и так еще раз момент момент это те кто спорит в это надо ли когда надо весной и осенью и прочее прочее вот чуть ли не конкретные даты у кого холодно у кого мокро у кого мороз смотрите самое главное посадили вы как митюрин допустим абрикосы в июле ну что-то в сентябре изо рта поэтому ладно кто-то допустим перед самой зимой а потом вместо зимы раз вот теперь и будет вот это вот и это часто но мы этого не видим и никто этого не знает и ни в одной книге никто про это не пишет а потом появляется так же как у меня да а не буду я рисковать мне кушать хочется и начну-ка я изучать сертификацию вот после этого я начал изучать сертификацию что будет потом когда вот так вот если это в октябре в ноябре а что было когда сычок этот ученый знаменитый и взрослый мне написал октябрь осень тепло ноябрь тепло декабрь тепло январь тепло потом мороз и абрикосы погибли но представляете в это время а кости это посажены были в том же самом октябре им хватило два-три два месяца да зачем три два месяца все они взошли а впереди зима вот и всхожесть теперь возьмем раннюю весну это один из краевогородных наших этих рассуждений берем весну даже уже тепло так что уже все расслабились достали с холодильника вот такие вот а это сто процентов схожесть если они такие допустим марте это допустим марте это допустим юг россия апрель где-то средняя россия май это северная россия так примерно то есть с марта до мая посадили зима пришла а это нормальное явление вот так же как вот ночью обещают 30-27 градусов москве а где-то а за москвой 30 обещают за москвой под москвой видите и что они сделают а я же учу вот так прикапывать то и что вы думаете а они возьмут и замерзут к ним зашли ну в одних случаях меня будут это самое подозревать других случаях поймут и тогда родилась вот это мне звонит женщина мы поговорили говорили говорили вот ну понимаете когда человек купил там всего-то минимальный заказ там тысяча рублей 40 костик всего-то вот это скажет трястись то надо нет я буду садить горшки я их высажу вернусь соображать же а у него же опыт то был знаете какой а сегодня догадаться у него опыт был с овощами а что я эти помидоры не это не замерзали у меня в июне замерзали так же происходит тут а то что под землей мы ничего не видим а вот столько там всего-то там на улице допустим вернулись морозы у меня бывали морозы в апреле 20 градусов бывали уже все цветет 20 градусов и это бывало не урожая ничего пусть один год такой но был вот еще несколько годов близко к этому и вот эти 20 градусов и что ждать от него правильно она говорит а это я именно поэтому я в горшочке а я не против а теперь давайте вспомним эту длинную большую дискуссию я всех вас уважаю прав тот кто говорит не надо в горшочке прав тот кто говорит надо в горшочке а я правее всех надо не 40 косточек а 400 в горшочке без горшочек в июне в июле в общем вот вот 10 вариантов выберите а надо то почему так пусть у вас многие говорят я потратил 6 тысяч вспоминаем там эти сколько я вам писал пока я потратил 10 тысяч 12 тысяч ничего нет были люди которые говорили я потратил 30 тысяч кто-то 40 тысяч и пусть в саду ни одного дерева а тут достаточно на несколько тысяч купить семян костик несколько вариантов и вот и это знаете как сейчас грустная тема а сейчас эту тему развеселю итак значит анекдот Робинович заключил сейчас поймете Робинович заключил договор с Одесским морским портом на ремонт океанского лайнера договор заключили по рукам ударили вот прошел год срок подошел приходит комиссия и принимать этот лайнер с ремонта в эксплуатацию значит ходят по кораблю и ничего понять не могут ведь понимают что ну не может Робинович их не надуть ну не может а корабль блестит все настолько красиво все все отремонтировано так что это же просто сказка а не корабль все уже садятся подписывать вот все прекрасно и только один самый дотошный член комиссии взял и заглянул туда со стороны перегнулся со стороны моря на тот на тот противоположный борт туда а там одна ржавчина и ракушки все больше ничего нет комиссия на дыбы подступает с кулаками негодяй обманул что ты натворил это самое все сроки вышли корабль не готов обманул а тот стоит и хмыляется господа вы чё вы что читать не умеете читайте внимательно договор что что читать ты должен отремонтировать нет господа посмотрите вот я громко читаю вслух договор и так договор вот на ремонт океанского лайнера Рабинович с одной стороны вот значит Одесский порт с другой стороны и далее по тексту вот ну сами понимаете сейчас половина из вас расменялась половина может не все поняла ну так обычно я замечал ровно 50 на 50 обычно так вот получается как с одной стороны мы должны осенью посадить с другой стороны нет весной с одной стороны естественная стратификация она дает правильно ребята писали в этом гостевой книге она дает наиболее жизнестойкие деревья которые прошли естественную стратификацию но искусственная стратификация дает возможность в среднем выжить большему количеству деревьев и человеку в данном случае хочется 40 30 чтобы взошло а не 3 да эти 3 тебя уже ничем не убьешь даже топором у меня были случаи вот знаете как ну уже все уже густо и никто не покупает я беру топор раз срубил ну за подлесной земли проходит месяц вот полметра побеги мощные я их снова срубил проходит месяц опять вот это да с гниением запросто а топором убить невозможно вот но вспоминаем с чего я начал из 1500 получил 170 вот оттуда и пошло с удовольствием а потом вспоминаете многочисленные опыты привать 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 а сейчас то что мы имеем вот я вам показал у Кузнецовой из семечка и не замерзает а вот я вам показал из этого из откуда же из Ульяновска да у Акимовой вот вам пожалуйста анекдот вся наша жизнь это анекдот почему потому что только мне на днях звонил он не то чтобы скандалил обида была лютая почему у меня это тоже важный момент зашли нет не так первый раз два года назад заказывал зашли но мало в этот раз я поступил говорит скорпулезно я получил ваши семена я их косточки абрикосы замочил в воде всплыли из десяти четыре быстро брать вот если что поправят если он смотрит из десяти четыре значит ну я сейчас абрикосов вот это значит что в них выбрасывать они живые отбрафовка и запоминайте вы вот как я показывал Сергей сидит и ковыряет вот когда идет мытье то есть он выговорил он их вот так провел и в ведро все что всплыло не глядя выбрасывает все остальные живые а потом они в сухом виде хранятся и теряет так называемую отрицательную плавучесть то есть проще сказать приобретает плавучесть а он решил что не мертвую ну правда что я ему сказал слушайте дальше это один из таких тяжелых разговоров потом когда вы успокоились я говорю я высылаю вам еще одну партию а он мне говорит вы знаете мне некуда будет садить я из тех что нахапал половину посажу половину это в сухом виде буду держать почему а я еще это самое у Сергеева заказал он сказал вот это за качество правильно и еще говорит рыночное ну что рыночное он ел абрикосы ну то есть купил партию абрикосов этих ну скорее всего не более средней азии но я бы если сразу было большим вот нет не хочется ну пускай